Во еще, если вы мужчина и видите, как кричит женщина, запомните первое правило, оно звучит так. Если женщина кричит, что бы вы не хотели сказать, ничего не говорите, молчите. Это самое лучшее, что может произойти для нее и для вас. Потому что женщина – существо, бесконечно накапливающее чувства. Также могу сказать, что женщина – существо, которое возбуждено всегда. Оно возбуждено в мозгах, в чувствах, в физическом теле. Возбуждение всегда, во всем. А мужчина – это временное возбуждение. То есть в основном он успокоенный. А потом проявляются вот эти элементы – возбудился, не возбудился и так далее. И из-за этого женщина всегда возбуждена, а возбуждение подразумевает бесконечное желание. Когда человек возбужден, то у него появляется желание. А когда желание, они должны как-то выплескиваться. И когда желание не исполняется, и они выплескиваются, то происходит непонимание мужчины. Что нужно сделать? Мужчина должен выслушивать эти пожелания, даже несмотря на то, что они громкие, и поддерживать этого человека, но 100% не стараться воспитывать. То есть не надо ни ультиматумы, ни крики, ни вытраченные глаза, ни «я уйду». Ничего этого не нужно. Мужчины и женщины по-разному вообще воспринимают окружающий мир, по-разному ведут семью. Если женщина кричит, это не значит, что она к вам плохо относится. Если женщина кричит, это не значит, что она хочет расставаться. Если женщина кричит, это не значит, что все плохо. Просто она кричит. Покричала, после этого подождали И после этого возобновили общение Дело в том, что если не давать женщине кричать И затыкать ее все время То она будет вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь кричать Вот смотрите, у меня чашка наполнена Она пока не выльется, она будет все время набрата Понимаете? Вот она начинает выливать то, что в ней накопилось А вы обратно ставите Она начинает выливать, вы обратно ставите Что нужно сделать? Так пусть выльет уже, слушайте Пусть выльет, пускай выливает Нужно это все выслушать Если есть обвинение, сказать Да, действительно я виноват Каюсь, больше этого не будет Ну и все, даже если это не так Кто умнее? Обычно мужчины, знаете, они делают так Я все равно докажу, я все равно докажу При этом я умный Нет, умнее тот, кто сдержался Раз мужчина считает себя умным Считает себя руководителем Значит он должен знать первое правило руководителя Выслушай и сделай все, как тебе нужно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!